Девушки отдыхают Доброе, хорошее утро! Говорю вам я, Дмитрий Нестеров, и объявляю программу «Хороший завтрак открытый». Сегодня у меня в гостях певица, автор песен, которая приобрела широкую популярность благодаря шоу «Голос». Маргарита Позаян. Здравствуй, красавица. Стрядим. Рада видеть. С утра пораньше. Как начинается твое утро? Ну, на самом деле, мое утро, как и у всех, начинается, наверное, с лени. С лени? Потому что, ну, я не знаю, если есть, конечно, такие бодрячки, которые с утра подскакивают и готовы к труду и обороне, то это точно не я, потому что я... Я бодрячок, я... Ты бодрячок, и это видно сразу, да, невооруженность. Ты делаешь зарядку? А, нет? Ты делаешь зарядку? Зарядку? Нет, я, ну, и так, немножечко нежусь в кровати, разминаю кости. Шоу «Голос» ты выбрала команду Димы Билана, да? Чем он тебе помог вне конкурса? Ну, задача такой не стояла. Как? И с ним перед дуэты какие-то? Да, нет, я вообще хочу сказать, что это было исключительно Димина желание записать дуэт, и он написал песню, которая называется «Голос тишины». Она вошла в его альбом «Не молчи», вот, и это такая моя маленькая гордость, или даже большая даже гордость. А то, что ты об этом молчишь-то, где же посты в соцсетях? Ну, слушай, это было не вчера, поэтому. Посты они были, они были, сколько, года три назад, наверное, как вышла песня. В двух его сольных концертах в Крокусе и в одном в Ледовом дворце в Питере мы исполняли эти песни, эту песню точнее. Вот, так что, ну, может быть, однажды мы запишем новую, и уже тогда наверняка снимем какой-то видеоролик. Подскажи простым кубанским мальчишкам и девчонкам, как попасть в это шоу «Голос»? Во-первых, выбирайте ту песню, которую вы знаете, ну, на 200 миллионов процентов, потому что волнение так захватывает, что теряют и слова, и ноты, и так далее. Вам нужна такая песня, которую вы поете очень много лет, и в ночи вас разбуди, вы ее исполните. Еще один лайфхак. Если вы сомневаетесь в своей тональстве, потому что поют все в основном акапельно, можно взять с собой аккомпаниатора, кто бы вам саккомпанировал, если вы не уверены в том, что споете акапельно. Расскажу про свою историю. У меня было очень забавно, ну, с акапелло у меня нет проблем, но вот с тональностью почему-то во время проекта, во время кастинга немножечко теряешься, потому что, ну, все-таки перед такими людьми сидишь, стоишь точнее. Поэтому, когда я начала петь песню, я пела песню Джесси Джей «Mama Knows Best». Ну, спой кусочек. Ну, я даже сейчас покажу, как это было. То есть, начала, я неудачно выбрала тональность, и это я поняла с первой же секунды, как взяла эту ноту, и это произошло так. Вау, there is something going down! И вот это было примерно так. Такой был глист смешной. Вот, ну, дальше уже все вроде пошло нормально, но это было очень забавно. Все говорят, что в шоу «Голос» все куплено. Слушай, здорово, я хоть немножко узнаю, чего нового в проекте. То, что в моем сезоне такого не было. В моем сезоне было все достаточно прозрачно. То есть, я подала заявку, и мне позвонили редакторы с программой, пригласили на кастинг. Все произошло вот как произошло. Это действительно никакая ни подстава, ни розыгрыш, никаких больше дополнительных туров не было. Я прошла тот кастинг самый первый, и следующий этап – это были слепые прослушивания. Итак, Блиц. Пять ответов, Маргарита Позаян. Отвечай быстро, не задумывайся. Боюсь я, Блиц. Краснодар или Москва? Москва. Семья или шоу-бизнес? А, семья. Написана ли твоя лучшая песня? Думаю, впереди еще. Если бы сбылось пророчество Димы Билана, он говорил-то на голосе, и ты увиделась бы в Суэтне Хьюстон, что бы ты ей сказала? Ах, я боюсь, их слов не хватит, чтобы передать, во-первых, мое уважение к ней и мою благодарность ей. Человек, который построил, ну, не одно поколение, точнее, взрастил не одно поколение артистов, певцов, и я в их числе. Это очень большой важности человек в моей жизни, который подарил огромное количество песен этому миру, и я безгранично ее люблю как артиста, как личность, и я очень люблю ее голос. Это была Маргарита Базаян Марго. Целую твои руки. Пока. Спасибо огромное.